Новости на Дону. Категория 12+. Также рабочие Рассельмаша поинтересовались, когда в садик будут принимать детей младше двух лет. По словам главы государства, сейчас уже запущена новая программа по обеспечению ясельными местами. А пока можно воспользоваться средствами материнского капитала и устроить малышей в частные детсады. Напомню, накануне президент посетил аэропорт Платов, пролетел над стадионом Ростов-Арена, дал старт работе 4-го энергоблока Ростовской АЭС и провел заседание госсовета на Рассельмаше. В ожидании прилета президента в аэропорту Платов было награждение. Губернатор Василий Голубев и министр транспорта России Максим Соколов отметили лучших строителей, архитекторов, дорожников, коммунальщиков и других специалистов, возводивших современный аэрокомплекс. Платов – это результат труда 5000 человек. Максим Соколов отметил рекордные сроки строительства аэровокзала. Его возвели с нуля за два года. Помню, как, Василий Юрьевич, мы здесь пролетали на вертолете. Буквально это был рубеж 12-13 годов. И я даже себе не мог тогда представить, только-только заступил на пост министра транспорта, что такого рода масштабный объект может здесь появиться в ближайшем будущем. Платов станет сердцем будущего аэрополиса, уверен Василий Голубев. Красивейший объект, красивейший проект, который дал начало развитию этой территории Ростовской области. Мы уже сегодня фактически приступили к реализации проекта «Аэрополис», который включает развитие территории от Таганрога до Шахт. Региональные награды и знаки отличия российского Минтранса получили 40 специалистов из разных областей архитектуры, строительства, коммунальной сферы и связи. Не это только начало. Благодарить и поощрять создателей Платова предстоит еще не раз, отметил глава региона. Александр Резванов увольняется из ЮФУ. На должности проректора по развитию региональных проектов ВУЗа бывший министр культуры региона проработал один месяц. Как пишут местные СМИ, Резванов нашел другую работу в Москве, однако какую неизвестно. Министерство культуры он возглавлял 7 лет в октябре прошлого года, покинул пост по собственному желанию. Ростов может стать одним из основных центров российской хирургии ожирения. По данным Национального бариатрического реестра страны, каждая шестая подобная операция в январе этого года была проведена в Ростовском центре хирургии ожирения и диабета клинической больницы. Как сообщили в пресс-службе учреждения, местные врачи выполняют все современные модификации операции. Пациенты приезжают не только из столицы или Сибири, но и из Европы и США. По словам руководителя центра Максима Бурикова, этот вид хирургии в России до сих пор не является массовым, только из-за отсутствия взаимодействия со страховыми компаниями. Медицинская страховка не покрывает этот вид вмешательства, однако подвижки в этом направлении есть, и Ростов будет готов принять увеличившееся количество пациентов, отмечает Максим Буриков. Весна на Дону будет ранней и теплой. Такое предсказание сделал ростовский сурок Бабася. Сегодня, 2 февраля, день сурка. По американской традиции, проснувшегося после зимней спячки сурка встречают люди и по его поведению пытаются предугадать, какой будет весна в этом году. Но что предсказал Бабася, ФМ на Дону рассказала сотрудница ростовского трогательного зоопарка Наталья Ивашенко. Именно вот сегодня он проснулся, но поскольку солнышка нет, у нас пасмурная погодка сегодня, он тени свои не увидел, не испугался, ему пугаться нечего, соответственно. И мы сделали такой вывод по его предсказаниям, что весна будет ранняя и теплая. Он спокойно себя ведет сегодня. Как отметила Наталья Ивашенко, в прошлом году трехлетний сурок нагадал затяжную зиму и холодную весну. С вами была Наталья Тарасова. Далее слушайте выпуск деловых новостей. В студии Инна Билан. Здравствуйте. Сохранить программу развития производства сельхозтехники. С таким предложением Василий Голубев выступил на заседании Президиума Госсовета России по вопросу развития промышленного потенциала российских регионов. Его провел в Ростове президент Владимир Путин. Цитата. Сельмаш и сел за руль нового комбайна. К 2035 году по маршруту Москва-Ростов-Адлер планируется построить новую высокоскоростную железнодорожную магистраль, которая решит массу транспортных проблем Донской столицы. Об этом сообщила пресс-служба областного Минтранса со ссылкой на замминистра Сергея Ушакова. Одним из пунктов, добраться до которого можно будет с помощью этой дороги, станет аэропорт Платов. К нему будет запущена специальная электричка, которая позволит ростовчанам быстро и без пробок добраться до воздушной гавани. Также по этой магистрали будет запущен скоростной пояс новейшей модели, который будет способен развивать скорость свыше 200 км в час. На своем пути через Ростовскую область он будет останавливаться не только в Донской столице, но и в Шахтах, а также Каменске-Шахтинском. Напомню, сегодня добраться до Платова можно только на автобусах номер 285 и 286. Время в пути от 30 минут до часа в зависимости от загруженности. Минимальное время, за которое можно добраться из Ростова в Москву на железнодорожном транспорте – 15,5 часов. Услуги для бизнеса станут приоритетными в работе МФЦ в этом году. Планируется расширить возможности, способы получения услуг в одном окне. В прошлом году в ряде муниципальных образований были открыты специализированные центры для бизнеса. Одним из таких стал открытый в конце прошлого года офис на улице Большая Садовая. Об услугах, которые пользуются популярностью у предпринимателей, в студии ФМ «Надану» рассказал начальник управления инноваций в органах власти областного правительства Борис Носко. Десять окон только для бизнесмена. У нас такие центры мы открыли в Азове, в Оксайском районе в прошлом году. Мы сегодня завели на площадку МФЦ все то, что связано с сферой государственного муниципального управления. То есть это государственные муниципальные услуги. Конечно, сегодня бизнесом востребованы услуги прежде всего Росреестра и Кадастровой палаты. Также бизнесу интересно, как открыть или закрыть свое предприятие, как работать с налоговыми документами, а также формы поддержки в рамках регионального или федерального законодательства. Всего в Ростовской области на базе МФЦ оказывается около 300 услуг. Но бизнесменам хотелось бы больше, говорит Борис Носко. Это всевозможные формы поддержки, которые действуют у нас в рамках федерального областного законодательства. Возможность открыть свое дело. Но бизнесмену хотелось бы больше. Прежде всего, о чем идет речь? Это все, что связано с инвестированием, с инвестиционными процессами, с техническими присоединениями. Это энергетика, это газ, это вода. По словам Бориса Носко, уже в этом году планируется расширять эту часть услуг для предпринимателей. Сегодня заключены соглашения о сотрудничестве с МРСК «Юга» и «Донэнерго». Будет вестись работа, чтобы эти услуги бизнесмены могли получить в полном объеме. Еще одним важным направлением станет работа по упрощению задач и технологий для специалистов МФЦ, для того, чтобы они стали работать быстрее. Кроме того, в 2018-м упор сделают на стандарты сервиса, которые были разработаны в прошлом году. Сегодня в документе прописано все, что должен и не должен делать специалист многофункциональных центров. Но пока эти условия выполняются не в полном объеме. Эти стандарты должны стать аксиомой для всех работников МФЦ. Теперь о валюте. Официальный курс Центробанка составил 56 рублей 4 копейки за доллар и 70 рублей 10 копеек за евро. Это были деловые новости на ФМ «Надону». Телефон редакции 200 ровно 08 49. С вами была Инна Билан. Еще больше новостей читайте на сайте don24.ru. По информации сервиса Яндекс.Погода в Ростове ночью минус 1, в Таганруге 0, плюс 2, облачно с прояснением, мокрый снег с дождем, Волгодонский ремонт нам до минус 4 градусов без существенных осадков, в Миллерово и Тарасовском минус 5, небольшой мокрый снег с дождем, в Вешинске, Обливске и Морозовске до минус 6 градусов, ветер юго-западный от 7 до 12 метров в секунду. И о маленькой погоде в хуторе Дудкино, что в Красносулинском районе Ростовской области ночью пасмурно, небольшой дождь, температура воздуха плюс 2 градуса, ветер южный 3 метра в секунду.